Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net номер 223. Окна, расположенные на центральной башне церкви, построенной в готическом стиле, имеют форму, показанную на рисунке. Нужно воспроизвести рисунок, задав ширину окна самостоятельно. Есть подсказка. Радиус самой маленькой окружности в 6 раз меньше ширины окна. Самая маленькая окружность на рисунке – это жёлтая окружность. Значит, её радиус в 6 раз меньше ширины окна. Пусть ширина окна будет 12 см. Начертим отрезок, равный 12 см. И разделим его пополам. Это будет центр самой большой окружности радиуса 6 см. Так как диаметр 12, значит, радиус 6 см. Начертим полуокружность с центром в середине данного отрезка и радиусом 6 см. Теперь найдём центры двух зелёных полуокружностей. Радиусы этих полуокружностей, вернее, диаметры этих полуокружностей равны радиусу большой окружности. То есть диаметр 6 см, значит, радиус 3 см. Значит, нам надо радиус большой окружности разделить пополам и найти центры двух зелёных окружностей. Раз – центр. И второй центр. И начертим теперь зелёные окружности, полуокружности с данными центрами и радиусом 3 см. И теперь осталось найти центр самой маленькой жёлтой окружности. Так как её радиус в два раза меньше ширины окна, ширина... Ой, в 6 раз меньше ширины окна, ширина окна у нас 12 было. Значит, радиус самой маленькой окружности – 2 см. Значит, нам от самой большой точки, вернее, точки, которая является концом радиуса большой окружности, надо отсчитать или отмерить 2 см. Это и будет центр маленькой окружности. Начертим её с радиусом 2 см. Мы воспроизвели рисунок, задав ширину окна 12 см. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.